вы смотрите урок поджумал 4 меня зовут федор васильев тема урока статьи создание первой статьи настройки статей с панели управления можно перейти быстро материалы или нажать по плюсу это раскроется страница сразу к созданию материала да то есть вот это у нас список материалов или контент материалы та же самая ссылка показывать буду на чистом сайте тот который мы делали ранее в уроках на фронтальной части сайта здесь тоже все пусто автоматически выводится главная страница вот на главную страницу это будет у нас сейчас отображение тоже созданных тестовых статей а уже как расположить какие пункты меню привязать к статьям это все взаимодействие и это будет у нас скорее всего в отдельных уроках именно когда будем разбирать меню ссылки сейчас про статьи у статей тоже есть настройки глобальные для всех статей также будем рассматривать следующих видео сейчас просто создание статей что там нужно знать новичку создать либо создать материал одна и та же кнопка давайте попробуем создать нашу первую тестовую статью первое чего начинается создание статьи это заполнение поля заголовка это обязательное поле здесь будет ваш самый главный заголовок для данной статьи я пишу статья 1 и сразу нажимаю сохранить как только я нажимаю сохранить поле альяс автоматически будет заполняться и информация в альяс будет браться от этого названия на английском ли вы пишите на русском альяс будет представляться и абсолютно правильный он не должен быть ни в коем случае на русском языке альяс это по сути часть ссылки которая будет видна поисковикам пользователям и это будет видно у нас вот здесь вот в строке браузера если человек перейдет в какой какой-нибудь материал например вот это будет подставляться название вашей статьи то есть то что будет браться из альяс следующий момент весь текст и вообще в целом контент вы будете заполнять вот в этой области на вкладке материал здесь также вам поможет в настройке материалов вот этот редактор тени mc за который отвечает специальный плагин сейчас мы не будем детально вдаваться в этот плагин разбирать его кнопки об этом будет отдельное видео давайте я размещу какой-нибудь демотекст то есть вот просто можете вставлять текст фотографии можно загружать и отсюда например для статьи медиа будет вызываться наш медиа менеджер который мы рассмотрели в прошлом видео например выбрали изображение вставить вот так вот вставляется изображение в статью но смотрите здесь есть некий момент изображение ссылки сейчас мы с вами дойдем будем сейчас разбирать и я расскажу отличие этих вот возможностей загрузки изображений от изображения которые вы можете встать просто в статью далее здесь у нас есть такая колонка с настройками давайте их рассмотрим первое состояние опубликовано это значит что статья будет видна на сайте дальше в какой-то момент можно снять публикации то есть статья не удаляется с сайта но на фронтальной части сайта никто ее видеть не будет дальше можно поместить в архив и в корзину в корзину по сути удалить статью дальше категория важный момент изначально у нас выбрана одна категория по дефолту сейчас позже рассмотрим естественно вы будете создавать категории если у вас разные направления например и чтобы как бы по полочкам разложить статьи статьи а например в категорию а статьи б в категорию б и так далее избранная избранная помечается статья звездочкой и по сути может выводиться на специальной странице пункта меню которая будет создана вами скажем у нас по умолчанию вот этот главный пункт меню главное он уже осознан таким образом чтобы выводить статьи избранные мы же с вами сохранили статью статья опубликована но на сайте мы ее нигде не видим потому что еще нужно разобраться как выводить статью на фронтальную часть сайта обязательно это разберем но прямо сейчас мы можем сделать ее избранный нажать сохранить и уже то что мы сделали заголовок текст мы уже с вами сможем увидеть на сайте обновив страницу вот наша первая статья вот наш заголовок вот наш текст информация статьи также здесь выводится если мы перейдем в список статей нажмем закрыть мы с вами увидим наша созданная первая статья и вот она звездочка помечена избранная если я кликну по звездочке то я сниму эту статью так сказать из избранных и обновлю и на главное уже не выводится вот именно главный пункт меню мы его можем по-разному настроить чтобы он выводил разные материалы но просто когда мы джуму только установили пункт пункт меню главное всегда будет вести на статьи избранной поэтому пускай временно у нас будет эта статья избранная чтобы мы могли ее здесь видеть и настраивать ее заходим обратно в настройки статьи далее доступ как раз таки кто будет видеть данную статью мы с вами уже о группу доступа разговаривали ранее publish как правило для всех и еще распространенная бывает для зарегистрированных то есть пока человек не зарегистрируется на вашем сайте до данную статью не увидит пускай будет publish теги на самом деле важный момент теги или метки лучше выводить сюда метки к вашим статьям какие должны быть метки ключевые слова какие-то данные статьи то есть вот прямо из заголовка вот вас если такой достаточно длинный заголовок и там есть ключевые слова в данном случае статья у меня есть ключевое слово как это делается просто можете писать от руки написать и нажимать enter вот сейчас мы видим что метка появилась так и если вдруг вы ошиблись то по крестику можно нажать удалить метку и заново и прописать при создании новой статьи это метка будет сохраняться уже и вы сможете быстро ее вызвать из списка меток просто начать набирать первые буквы метки например ст и метка будет появляться быстрый доступ вы сможете быстро выбрать метку это если во второй статье будут похожие ключевые слова встречаться давайте сохранимся зачем они нужны эти ключевые эти метки во первых метки вот выводится на сайте если есть разные статьи с одинаковыми ключевыми словами то человеку очень удобно будет кликнуть прямо на эту метку и отсортировать и покажутся все статьи с похожими точнее даже с такими же ключевыми словами то есть это удобная сортировка для пользователя далее вот по этим меткам можно также вывести модуль поиск нужных материалов по меткам тоже очень полезно приведу пример своего сайта если я зайду в какой-нибудь блок свой в одну из статей метки у меня выводится немножко по-другому зависит от дизайна шаблона вот мои метки и если я например начну что-то искать например grid box во первых вот статьи уже вывелись похожи что я искал а вот здесь я вывел модуль который ищет по меткам и метки видите сами уже здесь будут подставляться уже с количеством статей найденных вот в кругляшке написано например jumla 56 и человек кликнув по метке может сразу отсортировать все статьи на моем сайте по этой метки и размер метки видите в некоторые большие говорит о том что в наибольшем размере вот этого слова наибольшее количество статей это и видно тут вот 61 нарисован тут 56 кликнув по метке jumla мне покажут абсолютно все статьи на этом сайте где я использовал слово метку но опять же пока я создавал эти статьи я не забывал в каждую статью вот здесь вот в этой области добавлять слово jumla или grid box да например вот зачем нужны метки крайне полезная вещь лучше это использовать дальше интересный момент есть два вида примечания примечание первое например тест 1 при сохранении закрытия статьи вы сможете быстро видеть но это примечание пометка для вас вот в списке статей например будет видно аляс 1 и видите примечание и дальше текст примечания в какой-то некий ориентир какой-то если вам нужен чтобы вы могли быстро вот так вот не заходя в саму статью по вот этой метки определить да вспомнить что это может быть за статья может быть еще для чего-то можно это использовать дальше примечание версии здесь есть такая кнопка версия вообще в джуму 4 я не помню в 3 вроде не так это интересно сделано но сейчас это сделано очень хорошо вот здесь есть такая кнопка версии вот смотрите примечание например версия 2 сохранить где это будет отображаться зачем это нужно когда статью вы создали закрыли потом например зашли статью там много раз и редактировали здесь есть кнопка версии если вы перейдете здесь за разные даты за каждое по сути сохранение статьи от нажимания на кнопку до будет сдаваться копия через определенное время она будет удаляться и вот копия последняя которую я сделал ведь она помечена как раз и есть это текст примечания версия 2 вот это примечание будет для этой копии что здесь можно делать давайте сразу об этом поговорим моментах связанных с версиями да вот смотрите заголовок был статья 1 например я заголовок поменял добавил туда что-то еще нажал сохранить видите какой теперь заголовок если я нажму версия сразу создалась вот эта копия верхняя допустим я хочу откатиться вот до этой версии во первых я могу кликнуть да по дате и во всплывающем окне увидеть вообще как выглядит как выглядела статья и например она меня устраивает больше чем последняя версия версия 2 помечена я нажимаю восстановить и тут же восстанавливается из указанной даты и видите заголовок поменялся не 12 а первый заголовок статья 1 как было написано вот в этой дате далее что можно сделать еще понятное дело просмотреть то что мы с вами уже видели дальше есть сравнить например как в интернет-магазине две копии статьи нажать сравнить и идут сразу по колонкам видите сравнение этих версий данной статьи дальше через какое-то время у нас статьи будут удаляться например какую-то копию вы хотите точно сохранить вдруг она вам понадобится вы выделяете и нажимаете хранить она помечается вот здесь вот замочком и не будет удалена значение параметров хранить успешно изменено для версии захотите обратно отключить уже стало вам не нужно можете крикнуть просто по замочку все она будет в своем порядке удалена или вручную удалить ненужные версии вот так это работает здесь закрываем разобрались здесь с вами и вот еще кнопку выключите редактор в каких-то случаях если нажимаем верхний редактор отключается если надо поработать вот без редактор вдруг каких-то случаях и обратно кликаем на эту кнопку включаем данный редактор ну и конечно же чуть не забыл кнопка предпросмотр очень удобно сразу посмотреть в готовом виде как будет выглядеть статья движемся с вами дальше изображение ссылки вкладка давайте ее разберем и вообще расскажу вот чем отличается загрузка изображений суда и просто загрузить ее суда да давайте сразу наглядно и посмотрим загружаем первое изображение открывается media manager как загружать суда изображение с компьютера вы уже знаете у меня есть папка тест но давайте я загружу какое-нибудь изображение например у меня есть full hd изображение и давайте сразу загружу какое-нибудь еще изображение зажатым контролом я выделяю два изображения с компьютера открыть и помещается два изображения пускай вот это изображение выбрать будет у нас отображаться статье то есть смотрите вот это изображение она будет отображаться в анонсе статьи давайте сразу сохранимся пойдем на сайт обновимся вот видим это изображение дальше идет часть текста вот вот сейчас у нас главная страница является выводом частей только статей по-другому анонсы много анонсов человек ознакомившись с анонсом если вы заинтересовала статья в дальнейшем он может перейти так сказать внутрь нажать статья 1 кликнув по заголовку и тут будет полный список данной статьи в которую могут включаться и другие фотографии видеофайлы и еще какие-нибудь там документы для скачивания файла и другие настройки мы здесь не видим изображение в развернутой статье то который здесь у нас есть в каких-то случаях кому-то так нужно чтобы в анонсе статьи была вот эта фотография а в развернутой статьи и и не было вообще вот как раз таки здесь это решается этим вы сюда загружаете только то что хотите видеть в анонсе но если вы хотите то же самое изображение видеть в полной статье тогда ниже вы загружаете просто то же самое изображение сохранить тут так и помечено ведь вот эта колонка изображение полного текста если мы сейчас обновимся мы тоже самое изображение здесь увидим также и в анонсе она есть и внутри статьи но может так получиться что вы хотите здесь не отображать то же самое изображение но добавить другое изображение. Тогда оно будет приспокойненько показано здесь. Многие изображения загружают прямо отсюда, в тексте статьи. Но помните, загруженное изображение здесь, оно будет отображаться везде. И в анонсе, и в полной статье. Вот давайте удалим эти изображения. А вот здесь вот, сюда вот кликаем, нажимаем медиа, открывается тот же редактор. Вставить. Здесь я его подуменьшу, чтобы оно не было слишком большим. Сохранить. То есть вот еще разница. То, что здесь вы можете управлять изображением. А здесь, по сути, вы загрузили. И все. Давайте главную нажмем. Вот смотрите, это изображение получается у нас находится здесь. По сути, в анонсе. Если я захожу внутрь, здесь оно тоже появляется. Но есть маленький момент, который нужно тоже показать. Статью нужно разорвать на анонс и полную текст статьи. Например, после фотографии, если вы разорвете страницу, значит, это изображение, загруженное здесь в редакторе, оно будет и в анонсе, и в полной статье. А если вы разорвете статью до изображения, скажем, вот здесь выше, то изображение это будет только в полной статье. Давайте проверим. Здесь есть такая кнопка разрыв статьи. Снимаем вот сюда и здесь выбираем подробнее. Вот где мышкой я кликнул, появилась линия такая Red Mo, разрыв статьи. Видите, красный пунктирный. Смотрите, если сохранимся, пойдем на сайт обновимся, так как я вставил тег Red Mo выше изображения, то тогда изображение не будет появляться в анонсе. Надо нажать будет на кнопку подробнее. Кстати, появилась кнопка подробнее, да? Тоже важный момент. Вот эта кнопка подробнее появляется только когда мы разрываем статью. Ну и, соответственно, в полной статье изображение есть. Вы понимаете. Теперь как Red Mo удалить? Я просто по ней кликнул и по этой пунктирной линии она удалилась. После изображения ставим, чтобы мигал курсор и вставляем подробнее. Вот видите, красная линия внизу. Сохранить. Тогда изображение будет и кнопка подробнее будет под ней. В общем, здесь, наверное, кому как будет удобно. Я здесь изображение убираю. Red Mo оставим. И давайте здесь про изображение поговорим, потому что у нас урок, в принципе, вот об второй вкладке изображения и ссылки. Вот здесь пускай будет другое изображение. Следующее поле описание изображения. Его я рекомендую обязательно заполнять. Обычно это бывает часть статьи. Может быть тот же самый заголовок, что вы здесь прописали. Это будет относиться к тегу, так называемому alt-тегу. По идее, мы прописываем название мета-описание к этому изображению. Изображение 1. Мета-описание для изображения это и есть alt-тег. Это нужно для поисковых систем. То есть, если вы описание будете заполнять к вашему изображению, картинки ваши с вашего сайта будут лучше индексироваться поисковыми системами. Но помните, ворованные картинки с интернета просто скачены из другого сайта, размещены у вас, скорее всего, смысла нет к ним прописывать alt. Картинки должны быть уникальны. Либо сфотографированные именно вами на ваш телефон, на ваш фотоаппарат, либо вы собрали по сути мозаику. Ну, то есть, собрали в фотошопе, например, из разных частей изображений какое-то одно изображение и по сути придали ему уникальность. Вот второй вариант. Или это рисунок. Нарисовали рисунок, возможно, в графическом планшете или реальной рукой нарисовали, сфотографировали. Это тоже является уникальным. Сейчас я немножко отвлекся на самом деле уже больше в SEO продвижении сайта, но на самом деле это важный момент. И смотреть, как это можно посмотреть. Вот я прописал alt к этому изображению. Нажимаем сохранить. Перехожу на сайт. Правой кнопкой мыши по изображению кликаю, посмотреть код элемента. И вот здесь в коде, вот это наше изображение, вот здесь видите alt, равно, и вот этот текст. Иначе бы здесь просто не было текста, если бы я его не прописал. Сейчас он есть. Все. Это изображение можно считать SEO-оптимизированным для поисковых машин. Следующий флажок без описания. Обратите внимание, если описание изображения пусто, а флажок нет описания снят, изображение не будет соответствовать критериям доступности. Если присутствует описание изображения, этот флажок не действует. Следующий, CSS-класс изображения. Это если вы хотите прописать собственный класс, но это уже нужно понимать немножко CSS. Подпись. Здесь просто текст. Давайте посмотрим, где этот отображается. Если обновим, видите, маленьким шрифтом, вот он, будет помечаться текст. Если нужно, можете это прописать. Дальше. То же самое для полного изображения alt можно прописать и те же самые опции. Смотрите, здесь есть какой момент. Здесь у меня загружено большое изображение. Именно вот это для полного текста статьи. Если я загружу какое-нибудь изображение, которое у меня есть на сайте, например, то есть, дефолтное джумловское, выберу небольшое изображение. Ведь от изображения зависит, как будет текст статьи размещаться. И если у вас будет вот такая небольшая картинка, посмотрите, в общем, очень некрасиво и так оставлять нельзя. Текст, он будет прилипать прямо к изображению. Запомнили, как выглядит этот момент? Тут я подскажу некоторую переменную CSS класса для полного изображения. Вот здесь вот. Вы можете просто проставить, вот как я проставил Fluat Start. Давайте посмотрим изменения. Сохранить. Обновлюсь. Видите сразу, как происходит небольшой дефолтный отступ от изображения. И уже смотрится очень-очень достойно. Тут совет зависит от изображения, которое вы загружаете вот здесь. И как раз таки здесь вот сталкивается с неудобствами. Вот реально, для обычного человека здесь загружаю изображение. Поэтому все в основном загружают изображение отсюда. Потому что здесь вы можете управлять, уменьшать ручками изображения текст, двигаясь, перемещать ниже. Поэтому здесь вот на любитель на самом деле вот эта вкладка изображения. Следующий блок в правой части ссылки. Вот второй вкладки изображения и ссылки. Давайте его разберем. URL ссылка A. Здесь нужно прописать полную ссылку, какую вы хотите разместить. В общем, смотрите, если вы хотите сопроводить ссылки на сайт, то здесь вот есть 4 варианта. 3 варианта. A, B и C. Больше нельзя загрузить, но вообще странно. И размещение этих ссылок либо наверху, может быть, либо внизу под статьей. И как бы мы ссылки можем добавить и отсюда. И здесь мне казалось бы удобно их добавлять. Ссылки, да? Вы можете просто выделить часть текста и вот скрепка с ссылкой. Можете просто добавить ссылку там, где вам нужно. Но здесь есть некое отличие, которое, скорее всего, нет таких настроек. Может быть, и есть. Именно открытие ссылок. В общем, смотрите, как вам здесь больше, как удобней. Давай сначала разберем. И вариант открытия ссылок. Ничего примечательного здесь нет абсолютно. Ровно так же, как и ссылку добавить здесь. Но здесь есть интересное всплывающее окно. Если вы вдруг часто публикуете внешние ссылки, по идее нельзя, чтобы человек с вашего сайта ушел по внешней ссылке. Надо вроде как показать ему ссылку, но так, чтобы он остался на сайте. Смотрите, я добавил ссылку, сохранился, ссылка появляется вот здесь. Либо ее можно назначить внизу под статьей. Но вот здесь в тело статьи уже ее не переместить. Вот недостаток размещения ссылок отсюда. Как ее переместить вниз, сейчас мы поговорим. Но зато можно здесь легко вставить всплывающее окно. Смотрите, если я кликну по ссылке, то у меня всплывет как бы окно с сайтом, который я указал. Человек может ознакомиться вот так вот, не переходя, закрыть, но оставаясь на вашем сайте. Это правильно, когда вы добавляете именно внешнюю ссылку. Если это какая-то внутренняя ссылка на ваш сайт, тогда здесь без разницы. Можно просто сделать ее по умолчанию. Но разница здесь, что вы добавите ссылку. Во-первых, вы располагаете ссылку там, где вам удобно, но нету модального окна. Ну, может быть, как-то можно здесь отсюда вставить, но я не располагаю такой информацией. Может быть, как-то и можно через обычный редактор. Абсолютно аналогично работают ссылка B и C. Это просто следующие варианты. То есть, у нас всего три варианта. То есть, если вы хотите рядышком добавить еще, например, ссылку. То есть, она просто будет еще одна ссылка рядом. Вот, вы видите их теперь две. Движемся с вами дальше. Отображение. Здесь, на самом деле, вы конкретной статье решаете, что отображать, а что нет. Здесь вы можете отключить информацию в разную автора, что данная статья находится в той-то категории. То есть, именно отключить вывод отображения. То есть, статья будет находиться в этой категории, но здесь это не будет отображаться. Например, не хотите отображать, когда была опубликована или сколько просмотров. Просмотры, потому что работают здесь так себе. Но имеется в виду, они считают и ваши просмотры. Вот я обновил страницу уже 16. То есть, по сути, бесполезная опция. Но только если вы создали статью, больше, что не заходите. А потом вы будете видеть, что просмотры растут. Значит, заходят на нее люди. Здесь, на самом деле, я не буду прям детально останавливаться, потому что здесь так все понятно. Вы здесь можете просто отключать, включать, что отображать, а что нет. И на нескольких примерах мы сейчас с вами посмотрим. Например, мы с вами вывели метка. Вот она. Помните, мы добавили метку статья. По умолчанию показать. Вот по умолчанию мы с вами в следующих уроках дойдем. Мы можем настроить отображение, то есть, что отображать, а что не отображать для всех статей сразу. Или это можно сделать отдельно в каждой статье, когда вы уже вот тут в каждой статье настраиваете. Смотрите, например, скрыть, сохранить. Смотрите, метку видим. В анонсе вы не увидите изменений. Это все у нас меняется в полной статье. Например, не поражать метки. Например, скрыть заголовок. То есть, получается, именно в полной статье это работает здесь. Скрыть заголовок в полной статье, скрыть метку. Смотрите, расположение видите вверху информация, вот эта информация. Позиция информации снизу сохранить. Сейчас вам покажу изменения. Обновляю страницу полной статьи. Скрылся заголовок, скрылась метка, информация вот сюда переместилась. Но если посмотрим здесь, заголовок на месте, метка на месте. Здесь не отключается. Видите, это работает для полной статьи. Заголовок отключать я не рекомендую. Метки тут на ваше усмотрение показать или нет, а расположение информации снизу, сверху, как вам удобно. Как я уже сказал, рассмотрим несколько вариантов здесь отображения, вообще манипуляция, что отображать, что перемещать. Вот категория как ссылка. У нас вот этот текст, видите, и если я кликну на категорию, покажутся все статьи, находящиеся в этой категории. тоже полезная вещь, но кому-то может быть не нужно, тогда она будет отображаться, но не будет с ссылкой. Дальше информацию об авторе нет. Дата. Давайте дату. Дата создания, дата изменения, статьи, дата публикации. Например, я не хочу выводить. Сохранить. То есть вот у нас есть информация, да? Это у нас с вами анонс. Вот здесь вот у нас это скрывается. Видите, дата добавления. И ссылка вперед-назад. Здесь так как статья только первая создана, больше не создана, я покажу на другом тестовом сайте, где много статей. Вот такая кнопка вперед. И когда мы пройдем в другую статью по этой кнопке, тогда появляется кнопка назад. И можно еще раз нажать вперед. Быстрый переход по сути к следующей развернутой статье. Вот так кстати выглядит серия меток. Видите, сразу несколько штук. А так как у нас тут одна статья, у нас эти кнопки не выводятся. Но вы можете их тут тоже скрыть, показать, количество просмотров скрыть и так далее. И вот, например, хотите влиять на текст кнопки подробнее? Ведь у нас тут просто подробнее и статья написана. Как сделано у меня на сайте. потому что у меня здесь сделано смотреть видео или смотреть демо или читать статью. Я прямо на кнопке это меняю. Смотря в зависимости от какой контент у меня располагается в данной статье. Поэтому здесь я могу написать обзор. И текст на кнопке будет меняться. Естественно это надо смотреть на нонс. Потому что подробнее кнопка вот видите обзор. Но подставляется еще заголовок статьи. Это уже можно отключить будет в настройках чтобы было только слово обзор. Это уже мы посмотрим в следующем видео где у нас будут общие настройки статей. И например заголовок в браузере. О чем идет речь? Если я зайду в статью в развернутую и наведу мышь я ее увижу даже здесь в браузере вот о чем речь. Подставляется в браузер то что вы написали заголовок статья. В каких то случаях возможно заголовок вы хотите поменять. Например я поставлю демо сохранить обновлю сайт и уже в адресной строке вы видите у меня демо но заголовок не поменялся то есть поменялся только в строке браузера. если где-то это нужно вот можно применить. Следующую вкладку рассмотрим одна из самых важных по сути вкладок для все оптимизации сайта. Давай сначала левый блок разберем. начало публикации автоматически будет проставляться дата когда вы создали статью. Вы можете еще назначить кликнув вот по этой иконке завершить публикацию автоматически должна статья скрыться. Ни разу этим не пользовался но вы можете кликнуть как только вы здесь что-то выберете реально в эту дату статья скроется. Статьи лучше чтобы всегда висели на сайте они же индексируются поисковиками это какой-то специфический момент поэтому здесь всегда в эту дату станет избранным то что мы с вами помечали звездочкой и завершение избранного то есть временно эта статья может попасть на страницу где у нас отображаются избранные статьи также дата создания статьи автоматически представляется кто автор автор же у нас с вами выводится здесь если мы выводим это потому что мы можем это тоже отключить и здесь либо можно назначить автора из списка ваших зарегистрированных пользователей реально поменяется либо автор вот вы ну в данном случае я Федор но я могу здесь ну так просто напишу кабан да что поменяется просто название вот видите вроде автор я но здесь показано что ник будет показываться то есть можно менять ну дальше информацию мы не можем тут менять у нас это автоматически проставляется теперь давайте посмотрим самая важная вкладка на вкладке публикация тут для каждой статьи обязательно заполняем внизу показано что максимально 160 символов включая пробелы это у вас будет мета описание для статьи обычно это берется анонс статьи одно два три предложения помещается сюда вот все что будет расписано заполнено поля которые вот в этой части мета данные это на сайте не будет отображаться людям это будут видеть только поисковики и поэтому здесь обязательно заполняем вот именно description заполняем обязательно keywords не знаю почему до сих пор это поле не убрано тем более в Joomla 4 так как уже много лет поисковики не учитывают keywords это ключевые слова ключевые слова вот данной статьи обычно писались тут через запятую там 3-5 ключевых слов если хотите можете заполнять но насколько известно вес это не имеет то есть ничего это не даст ни продвижению статьи данные ни сайта в целом мета робот об этом у меня был уже урок конкретную статью можно закрыть от индексации в каких-то специфических случаях вот ваш сайт он весь индексируется но конкретную статью вы можете закрыть вот такими атрибутами но индекс ноуфол ноу индекс это для яндекса ноуфол для гугла то есть сейчас вот я выбрал нижний вариант значит я закрыл полностью здесь можно для поисковика яндекс открыть для гугла закрыть и наоборот вот этот метод я уже подробно разбирал в уроке когда мы смотрели глобальные настройки джумла здесь то же самое не буду повторяться и про мета робот что такое робот тоже был отдельный урок короче хотите чтобы статьи статья индексировалась лучше здесь ничего не трогайте автор можете прям реально прописать на сайте не будет отображаться будет отображаться именно в мета данных для поисковиков желательно отображать если вы действительно автор данной статьи мета так райтс здесь можете описать права ваши права если вы можете это подтвердить на данную статью но в большинстве случаев оставляем пустым это только если действительно хотите права здесь написать я так полагаю что если кто-то сворует статью то вы наверное сможете что-то через закон там предъявить если у вас есть действительно на него права не знаю вообще как это работает и в России работает ли это дело в том что это же все-таки заграничная разработка джумла там все с правами у них четко сделано и поэтому они от себя отталкиваясь на сайте делают разные возможности для авторов поэтому здесь не знаю вообще смысл есть в этом поле нет в любом случае это тоже будет отображаться права на статью именно для поисковиков следующая вкладка формат или форма на самом деле эта вкладка она управляет другими вкладками отключая их в конкретной статье эту вкладку форма доверенные ваши пользователи которые имеют меньшие права которые имеют доступ в админскую часть например это наемный сотрудник который публикует для вас статьи на вашем сайте он эту вкладку в статье не увидит то есть это только для администраторов как она работает вот например изображение ссылки ставим нет сохранить и вкладка вот это изображение ссылки сейчас пропадет вот она пропала вы видите да конкретной статье соответственно если ваш помощник редактор зайдет на сайт в конкретную вашу созданную статью для редактирования он и не увидит вкладку вот эту вот которую сейчас мы тоже не видим он ее тоже не увидит и включить ее не сможет потому что вот эта вкладка будет выключена ну и соответственно он отключает там публикация стала вкладок еще меньше да то есть эта вкладка чисто отключает другие вкладки вот и все я верну все по умолчанию дальше у нас с вами остается вкладка права доступа ну как правило я сюда уже не лазю если мне не нужно настроить права к конкретной статье у нас был уже отдельный урок по правам и групп пользователей в большинстве случаев вы сюда наверное заходить не будете то есть вы глобально настроите права и скорее всего сюда заходить не будете итак мы с вами рассмотрели статью сохранить и давайте рассмотрим варианты например у вас бывает такое что часть контента будет повторяться часть вы поменяете как это вот переносить быстро вы можете кликнуть не сохранить закрыть или сохранить а просто кликнув вот сюда на стрелку есть варианты значит сохранить и создать сохранить в меню сохранить как копию сохранить и создать закроется эта статья и откроется чистая новая вкладка для создания новой статьи вот как раз таки тот пример который сейчас привел это сохранить как копию давайте нажмем что произойдет будет при за произведен полный дубликат статьи причем заголовок поменяется добавляется автоматических двойка здесь альяс тоже меняется и видите метка сохранилась примечание текст сохранился и все что мы заполняли ссылки изображений все есть и давайте я сделаю несколько дубликатов чтобы нам было с чем работать еще одну копию делаю ужас копии номер два и давайте еще сделаю пару и так я сделал пять копий давайте посмотрим чтобы нам было с чем работать вот они все статьи новая статья естественно по дате добавления добавляется сверху вы уже редактируете статьи вам будет уже быстрее и проще их отредактировать если у вас контент будет дублироваться на сайте это выглядит так пока это не настроена по дефолту вот так вот статьи друг за другом идут и через несколько статей появляется постраничная навигация это тоже мы рассмотрим это тоже можно настроить в других настройках во-первых отображение статей то есть выводить например в две колонки в три колонки это все можно сделать пока выводят у нас по дефолту я вернусь в первую статью джумал 4 добавился еще здесь быстрое создание пунктов меню сразу ведущие на конкретную статью давайте быстренько посмотрим но там дальше углубляться не будем в рамках данного урока так как мы будем отдельно разбирать еще в отдельных уроках ссылки пункты меню в джумал если я нажму здесь сохранить в меню что произойдет у нас сохранится материал заголовок это уже будет пункта меню можете поменять то есть прямо в меню будет выводиться тип пункта меню материал разберем детально позже потому что типы пунктов в джумал бывают разные просто это быстрый доступ сразу сделать пункт меню ссылку в меню до ведущая прямо на конкретную на полную вот эту одну статью то есть когда нас сюда выбросит надо еще раз нажать сохранить опубликовано состояние если я пойду на сайт обновлюсь то вот в модуле меню у меня появится пункт меню статья 1 если я по нему кликнул этот пункт меню ведет сразу на разворот полной статьи в каких-то случаях это будет нужно и это просто быстрое создание пункта меню сразу связывает ее с этой статьей и в этом видео не будем создавать отдельное видео по категориям потому что мало информации обратите внимание в наши все статьи сейчас находятся в одной категории которая у нас здесь в джумала по умолчанию есть ниже вы можете перейти в категории вот видеть эту категорию видим что пять статей в этой категории создать новую категорию или по плюсику поэтому нажать создать новую давайте это сейчас быстро сделаем как-то ее можно назвать очень похоже на создание статей но это создание категорий также можете добавить сюда какой-то небольшой текст описания здесь состояние опубликовано да нет и можно назначить родители получается будет уровень вложенности то есть категория в категории тоже самое теги примечания здесь все можно сделать параметры тоже можно загрузить также изображение но здесь уже меньше у нас да только одно изображение ссылок здесь нету публикация тоже можно добавить description а нужно для категории обязательно и права доступа все настроек здесь больше нет сохранить и чтобы быстро создать еще одну категорию я нажму вот на эту галочку и сохранить как копию у меня создается категория 2 я ее публикую сохраняя вторую категорию видим помечается категория 3 опубликую сохранить закрыть вот так создаются категории мы их здесь видим то есть вообще по правильному надо сначала собрать категории создать их а потом создать статьи и назначить категорию но здесь уже как бы неважно переходим в материалы теперь если ваши статьи относятся к разным категориям вот здесь теперь список будет доступны вновь созданной вами категории пускай это будет категория 1 следующая статья будет в категории 2 и так далее вот еще смотрите смысл избранных материалов и именно пункты меню нашего пункта меню главное которая выводит на сайт именно избранные материалы дело в том что все избранные материалы помечены звездочкой их объединяет что они избранные все но каждый из этих статей может находиться в это видите в разных категориях вот здесь еще есть избранные материалы на ссылка которая будет сортировать и показывать вам только избранные материалы но это удобно если у вас будет десяток статей какие-то избранные какие-то нет вы можете перейти по вкладке избранные материалы чтобы отсортировать и увидеть перед собой все избранные ну то есть список только избранных статей и вот главное преимущество пункта меню который у нас отображает избранные статьи что он выводит их все в своем порядке именно по дате публикации в одном месте несмотря на то что одна статья может находиться в одной категории другая вы это видите статья к другой категории но выводится они все на одной странице потому что они избранные если мы со всех статей этих снимем статус избранная тогда на главный вообще не будут вводиться статьи потому что главные вводят сейчас у нас только избранные но если все равно мы с вами выберем пункт меню настроен таким образом чтобы он выводил статьи из одной категории то уже из другой категории на той же странице у нас статьи не будут показаны для других категорий придется создавать другой пункт меню который будет отображать статьи из скажем категории 2 давайте на этом уроке поставим паузу и увидимся в следующем видео а